В Республиканском информационном агентстве Дагестан города Махачкалы состоялась пресс-конференция на тему консессионного соглашения на установку на дорогах региона 200 новых комплектов фото-видеофиксации. Заключено соглашение между ГК «Урбантех» и министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан Джамбулатом Салабовым. Мы являемся одни из того субъекта, который, вот 40 субъектов в нашей стране, которые действительно превышают уровень смертности, уровень аварийности, и Дагестан из этих 40 являются на четвертом месте по уровню смертности и уровню дорожного происшествия. Поэтому одним из самых объективных мер, конечно, мы считаем, что это обязательное установление на всех опасных участках дорог, где концентрация ДТП, дорожного происшествия, и, конечно, установление фото-видео комплексов наших. Новые техсредства контроля соблюдения ПДД дополнят существующую группировку, состоящую из 363 комплектов фото-видеофиксации. Увеличение количества стационарных комплексов фото-видеофиксации во всех регионах России предусмотрено нацпроектом «Безопасные качественные дороги». Согласно его параметрам, в 2024 году их количество должно составлять 211% от базового количества в каждом регионе по состоянию на 2017 год, а к 2030 году – 250%. Стоит подчеркнуть, что будут установлены новые техсредства последнего поколения «Азиму-4». Что самое главное, он является настолько современным, что использует на своей базе нейросеть, которая позволяет определять не только стандартные, скажем так, нарушения правил дорожного движения, такие как выезд на встречку, фиксация нарушений скоростного режима, движения по обочине и другие, но и такие нарушения, которые определяются как раз-таки на базе нейросети. Непристегнутый ремень, разговоры во время движения по телефону и так далее. Новые комплексы фото-видеофиксации будут установлены на 57 муниципальных и 31 региональном участках дорог Дагестана. 112 устройств установят на федеральных трассах. Выбор мест установки средств автоматической фиксации нарушений ПДД осуществляется ГИБДД на основании анализа аварийности на участках автомобильных дорог, где отмечается концентрация дорожно-транспортных происшествий или в местах с высокой вероятностью их возникновения. Кроме того, в ходе пресс-конференции сотрудники средств массовой информации региона задавали актуальные вопросы. Так, многих журналистов интересовал вопрос касаемо условий консессионного соглашения. Конечно, они должны у нас работать 24 на 7, это обязательно. И самое минимальное, это 95% они должны быть всегда в рабочем положении. У нас сегодня статистика от 20 до 20%, вот другим субъектом сегодня неисправным положением является камера фото-видеофиксации. У нас в этом соглашении 95% у нас они должны быть всегда в нормативном рабочем состоянии. Отметим, что на сегодняшний день комплексы фото-видеофиксации являются одной из действенных и эффективных мер снижения уровня ДТП.